Вчера, 27 июня, состоялось главное телешоу года. Престарелые дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом. Байдену 81, Трампу 78. Власть стариков в современной Америке многие сравнивают с поздним СССР. А какие еще параллели можно провести между Штатами 2020-х и Союзом 80-х? Престарелые дебаты между Штатами 2020-х и Союзом 80-х и Союзом 80-х. В-третьих, Дональду и Джо разрешили взять с собой только ручку, блокнот и бутылку воды. Никаких тебе телефонов. Подготовка тоже была выматывающей. Накануне дебатов Байден тренировался стоять 90 минут на ногах, сообщила старший корреспондент телеканала ABC из пула Белого дома Селина Ван. Но зачем это все? Возможно, чтобы доказать Америке и всему миру, что кандидаты еще достаточно молоды и адекватны, и сравнивать их с поздним Брежневым неуместно? Или все же уместно? Советский анекдот начала 80-х. Рабинович звонит в ЦК. Скажите, а где у вас в генсеке записывают? Товарищ, вы что, идиот, что ли? Так точно, идиот, к тому же старый и больной. Или вот другой, покороче. Не приходя в сознание, приступил к обязанностям генерального секретаря ЦК КПСС. Подобных шутеек к середине 80-х в СССР родилось очень много. Советские лидеры один за одним из кресла главы государства укладывались в гроб. Череда похорон вождей началась в 1982-м. Тогда умер 75-летний Брежнев. Замечу, он даже тогда был моложе, чем Байден и Трамп сегодня. Проблемы со здоровьем у Леонида Ильича начались задолго до его избрания генсеком. Еще в 1952-м. Будучи первым секретарем ЦК Компартии Молдавии, он перенес инфаркт. Но по-настоящему сдавать он начал с 1975-го. Евгений Чазов, заведующий кремлевской медициной, вспоминал. Нам, врачам, с каждым годом становилось все труднее и труднее поддерживать в Брежневе даже видимость активного и разумного руководителя. А вот слова бывшего врача американского Белого дома, Ронни Джексона, сказанные в декабре 2023-го, про Джо Байдена. Просто невероятно, насколько он деградировал за время своего пребывания на посту. Мы не можем позволить себе, чтобы этот человек находился у власти до конца этого срока, а затем еще 4 года после этого. Он уже сейчас подвергает нас большому риску. Еще одна цитата про Леонида Ильича Брежнева. Бывший первый секретарь ЦК Волка СМ Борис Пастухов в интервью ТАСС говорил. Он понимал все, но в то время от первого лица уже мало что зависело. Острословы говорят, что свита играет короля. Это свита держала его, хотя он умолял отпустить его на покой. Все они убеждали его в том, что он необходим, что он нужен. И вновь слова врача Ронни Джексона о Джо Байдене, сказанной зимой 2023-го. Он физически и когнитивно больше не пригоден для работы в должности, и кто-то из его ближайшего окружения должен подойти и дать ему понять это. Перед дебатами Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social «Тест на наркотики для жуликоватого Джо Байдена? И я также сразу соглашусь на такую проверку». А до этого, еще в мае, экс-президент заявил, на обращение о положении дел в стране он, ну то есть Байден, был накачан по полной. Полагаю, что нам следует требовать теста на наркотики. В любом случае Джо от проверки на наркотики отказался. Намек это на оставленный сыном Байдена кокаин в Белом доме? Или на то, что сам Джо мог бы закинуться стимуляторами перед дебатами? У Леонида Брежнева со стимуляторами точно не было проблем. Как раз наоборот. Лечащий врач генсека с 1975 года Михаил Косарев рассказывал, что Брежнев фактически бесконтрольно принимал снотворное. Цитата. «Ведь его плохая дикция была не из-за плохих зубных протезов, как многие думают. Это была мышечная слабость из-за употребления снотворных. Он был не столько больной, сколько расслабленный». Про расслабленность Джо Байдена, особенно при сходе с Трапа, шутили уже сто раз. Особенно Трамп, которому, напомню, 78. И сам он тоже иногда теряется и забывается. Например, спутал Ники Хейли и Нэнси Пелоси. По словам профессора Гарварда Нила Фергюсона, у власти в Вашингтоне стоит геронтократия, которая вцепилась во власть и наотрез отказывается менять свою политику. Чтобы продолжить сравнение, давайте обратимся к довольно свежей новости. Вице-президент Дисней признался, что компания сознательно набирает только, цитата, «достаточно черных». Журналистка записала диалог с вице-президентом на скрытую камеру, где тот заявил, в частности, «Знаешь, я работаю в компании уже 11 лет, так что у меня есть друзья в отделе кадров и в других подразделениях». И они такие, послушай, Майк, никто другой тебе этого не скажет, но они вообще не рассматривают кандидатуры белых мужчин на эту работу. По его словам, чтобы компанию не засудили за дискриминацию, они называют белых кандидатов обычными или не привносящими разнообразия. Это лишь частный пример проявления глобальной леволиберальной идеологии, в которой приходится жить и не сопротивляться. В СССР, чтобы сделать карьеру, надо было быть, ну или хотя бы старательно притворяться верным марксистом-ленинцем. Тогда характеристика, бумага, на которой описывалась ваша личность, характер с точки зрения коммунистической идеологии, была вашим пропуском в мир при поступлении в ВУЗ, на работу, выезде из страны и так далее. Если в характеристике упоминалось, что вы идеологически нестойки, позволяли себе антисоветские высказывания или, допустим, проявляли интерес к религии, начинались проблемы. Шансы попасть в хороший ВУЗ или устроиться на приличную работу с такой пометкой стремились к нулю. К чему все это приводит? К разочарованию. Большинство граждан США не считают, что демократия в государстве отражает интересы его жителей, сообщает Associated Press. По опросу агентства, произведенному совместно с центром НОРК, только 10% респондентов уверены, что американская демократия работает очень хорошо, и лишь 12% заявили, что правительство страны очень хорошо представляет их интересы. Еще 35% в целом довольны работой Белого дома по этому направлению, а 53% напротив не считают действия властей успешными. Исследование общественного мнения компании Gallup за 2022 год говорило, что доля населения, доверяющего Верховному суду, банкам, государственным школам, президенту, крупным технологическим компаниям и профсоюзным организациям, не более четверти населения. Для газет, системы уголовного правосудия, телевизионных новостей, крупного бизнеса этот показатель ниже 20%, а для Конгресса – 8%. Уровень доверия к крупным политическим институтам в Америке снизился вдвое с 1979-го. В качестве параллели я предлагаю цитату из письма читателя «Комсомольскую правду» от 1990-го года. Утрата нравственности огромным количеством людей, проживающих в пределах СССР. Симптомы моральной слабости включали апатию и лицемерие, цинизм, рыболепие и доносы. Вся страна, – писал он, – задыхается в миазмах откровенной и непрерывной публичной лжи и демагогии. К июлю 1988 года 44% опрошенных московскими новостями считали свое общество несправедливым. Если перечитать, а многие и сами могут это вспомнить, другие жалобы россиян на свою жизнь в 80-е годы, можно встретить немало параллелей с современными штатами. Утрата доверия к власти, невозможность повлиять на ситуацию ведут к разочарованию, а оно, в свою очередь, к уходу от реальности. В СССР пили горькую, в сегодняшних штатах употребляют фентанил. За 2021 год от фентанила умерли почти 70 тысяч американцев, в 2022 – 80 тысяч, в 2023 – более 100. Только в 2022 в США от передозировки фентанила умерло больше американцев, чем было убито в трех крупных войнах по Вьетнаме, Ираке и Афганистане. Смертность от этого наркотика среди людей в возрасте от 18 до 45 выше, чем от ДТП, убийств с применением огнестрела и самоубийств. Все это уже было в позднем СССР. Еще до Брежнева в 1960 году в среднем приходилось до 3,5 литров спирта на душу населения. В начале его правления этот показатель составлял уже 4,2 литра, а к началу 80-х дорос до 10,6. Это примерно 53 бутылки водки или 118 бутылок вина. Учитывая, что эта цифра рассчитывалась на всех жителей страны, и детей, и стариков, очевидно, что проблемы с алкоголем в стране были серьезные. По статистике, при Брежневе причина смерти примерно 2% всех мужчин – алкогольное отравление. Не только повальное пьянство было одним из символов позднего СССР, еще была изношена инфраструктура и бесконечное воровство, как сегодня в Америке. Вернемся в современность. В 2022 году в Лос-Анджелесе открыли шикарный мост «Лента света». Такое название он получил за освещенные наклонные арки. Проект стоимостью 600 миллионов долларов возводили 6 лет. Однако проблемы с ним начались сразу же после открытия, а сегодня его название вызывает лишь злую иронию, потому что мост погружен во тьму. Злоумышленники, почти как у Чехова, стащили 10 километров электропроводки, а восстанавливать ее в Л.А. не спешат. Все равно опять своруют. Кражи медной проволоки в регионе с годами становятся реальной проблемой. Если еще 5 лет назад ежегодно регистрировалось от 500 до 600 случаев кражи, то за 2023 – 6713. Дело в том, что с 2020-го цены на медь выросли в Америке на 30%, а на сталь – на 200. Воры отключают уличные фонари и железнодорожные пути, утаскивают сотни пожарных гидрантов, ломают сотни зарядных станций для электроавтомобилей, чтобы вытащить кабель, обрывают интернет и сдают все это в цвет мет. Конечно, кто помнит поздний СССР, помнит и нечто подобное. Тащили практически все – от скрепок до предметов культа. Приведу один пример. Результаты милицейской проверки рабочих колбасного цеха завода номер 3 Московского мясокомбината в мае 1964 года. В частности, уборщица Сезина похитила из варильного цеха 16 килограммов любительской колбасы, привязав их к себе под одеждой. Другая уборщица, Васильева, украла 11 батонов вареной колбасы 1 килограмм любительских сосисок на общую сумму 42 рубля. Похищенные колбасные изделия Васильева привязала к туловищу и ногам. В общем, дамы, а содержаны были исключительно лица женского пола, сумели вынести на себе 120 килограммов колбасы, корейки, сосисок, фарша и всякой другой еды. Анатолий Черняев, с 1976 года бывший членом Центральной ревизионной комиссии КПСС, в 1977 году записал в дневнике. В прошлый вторник на секретариате ЦК обсуждался вопрос о хищениях на транспорте. Я буквально содрогался от стада и ужаса. За два года число краж возросло в два раза, стоимость украденного в четыре. Воруют на много миллиардов рублей в год, мясо крадут в семь раз больше, чем два года назад, рыбы в пять раз больше. Заместитель министра внутренних дел доложил, что в 1970 году поймали 4 тысячи воров на железной дороге, а в 1979-м 11 тысяч. Это только тех, кого поймали, а кого не поймали. Сколько их? Также можно поговорить о раздутом и неэффективном оборонном бюджете, провалах обоих государств в войне в Афганистане, изношенной инфраструктуре, некогда вызывавшей восхищение, демографических проблемах. Но закончить этот выпуск я бы хотел словами не российского или американского, а китайского политолога Джена Юньняня. США снаружи похожи на Советский Союз, а изнутри на позднюю китайскую династию Цин. В конце династии Цин многие элиты в Китае все еще считали империю небесной империей, центром цивилизации, а жителей Запада считали варварами, несмотря на ее отсталость и неудачу в двух опиумных войнах. Это поразительно похоже на положение американских элит и интеллектуалов, которые редко задумываются о себе. Возможно, в будущем США переживут то же, что Китай в конце династии Цин и претерпят болезненную трансформацию. Продолжение следует...